Нейросети. Чем они могут помочь бизнесу и сколько денег сэкономить? Условия эти ипотеки хотят изменить. Что обсуждают и кто не сможет на неё претендовать? Зарплата полмиллиона в месяц. Кому такую предлагают в Татарстане? Топ-сфер, где больше всего обещают платить. Обо всём подробнее расскажем прямо сейчас от «Новости экономики». Здравствуйте! Максимальную сумму IT-ипотеки могут снизить. Сейчас такой вариант обсуждают в правительстве страны. Напомним, IT-специалистам на покупку жилья дают 18 миллионов рублей. Этот потолок действует в регионах с населением от миллиона человек. Урезать эту сумму могут в два раза, до 9 миллионов, пишет РБК, ссылается на источник близкий к Минцифры. По другим программам. Льготные, семейные ипотеки. Напомним, максимальная сумма была 6,12 миллионов. Такой большой лимит IT-ипотеки привел к тому, что айтишники стали активно покупать квартиры в мегаполисах. 40% из них в Москве. Вот этот перекос авторы инициативы хотят поправить. У наших экспертов мы спросили, каких ещё изменений ждать? Что предполагается? Предполагается, что, во-первых, уменьшат количество организаций аккредитованных, потом могут уменьшить количество должностей. Сейчас, работая в IT-организации, любой бухгалтер, неважно, любой сотрудник может взять ипотеку. Скорее всего, должности сохраняются, сократят. Плюс изменят доход. Если доход увеличат, то не все смогут пройти под эти параметры. Поэтому в IT-ипотеке тоже будут изменения. Сейчас, напомним, IT-ипотеку дают под 5% годовых. Изменения этой ставки, кстати, тоже обсуждают. Первоначальный взнос – 20%. Положена такая ипотека сотрудникам российских IT-компаний, аккредитованных в реестре Минцифры. Что просят россияне создать у нейросетей? Изучили аналитики Яндекса. Для развлечения чаще картинки и тексты, сценарии праздников, сказки, эскизы татуировок, даже карт Таро. Если речь идет о рабочих задачах, то к Яндекс.Джипетти чаще обращается бизнес, связанный с продажами. Например, просят нейросеть подготовить описание товара. Самые популярные запросы – создать описание квартиры, платья или букета. Также пользователи применяют возможности искусственного интеллекта для генерации названий брендов и рекламных объявлений. Придумать названия чаще всего просят для кафе, ресторанов, кофейн, строительных компаний и салонов красоты. Специалисты уже подсчитали, какую экономическую выгоду принесет внедрение генеративных нейросетей и каким отраслям оно особенно поможет. Уже сегодня 20% компаний используют генеративный искусственный интеллект для своих задач в различных бизнес-функциях. Из них 12% уже определили приоритетные функции и сценарии для внедрения генеративного искусственного интеллекта, а еще треть, около 27%, точечно экспериментируют с технологией. Экономический потенциал от внедрения генеративных нейросетей в России в позитивном сценарии к 2028 году может составить до 0,8-1,3 трлн рублей. Основной потенциал приходится на 6 ключевых для российской экономики отраслей – транспорт и логистика, банкинг, ритейл, добывающая промышленность, производство потребительских товаров и энергетика. Кому в Татарстане сейчас предлагают самые высокие зарплаты и на какой заработок в среднем зовут тех, кто ищет работу, знают аналитики HeadHunter. Они изучили июльские вакансии. По данным HeadHunter, на данный момент средняя предлагаемая зарплата в Татарстане поднялась до уровня 63 тысячи рублей, однако это на 3 тысячи ниже средней российской зарплаты, но при этом на 18 тысяч рублей больше, чем летом прошлого года в Татарстане. Параллельно росту средней зарплаты за год выросли и максимальные зарплаты. Максимальные – это в районе полумиллиона в месяц. Так вот, в начале июля работодатели открыли на платформе примерно 1300 таких вакансий. Доход там стартовал с 300 тысяч рублей. Это в 4 раза больше, чем в июле прошлого года. Больше всего таких предложений от компаний из сферы IT, розничной торговли, финансового сектора, нефтегазовой отрасли и строительства. Например, 450-500 тысяч готовы платить программисту-разработчику и стоматологу-ортопеду. 300-350 тысяч в месяц – водителю-сборщику и монтажнику фасада. А самую большую зарплату – 675 тысяч рублей в месяц – обещают ведущему инженеру радионавигации. Пока это все новости экономики. Спасибо, что были с нами. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!